Артисты из Москвы и Петербурга, звезды Мариинского театра, известные православные певцы поздравили прихожан храма Спаса нерукотворного города Всеволожска со 120-летием. На праздники побывали и наши коллеги, им слово. Не только для жителей Всеволожска, но и для всех православных петербургцев 120-летие храма Спаса нерукотворного стало значимым духовным событием. Поздравить прихожан с такой важной датой посчитали своим долгом солист Мариинского театра Василий Гирела, оперный и эстрадный певец Методье Бужор, Анна Сизова и многие другие. Храм известен и по другому названию – храм на горе. Действительно, храм стоит на горе и виден издалека. Он как бы призывает всех своей красотой на молитву. Многие из вас напомнят тот момент, когда здесь еще в этих руинах кто-то бегал, играл в прятки, кто-то играл в войнушку. И, конечно же, тогда мы еще даже не могли подумать, что возможно не то, что это реставрация, а воскресение этого храма. И это произошло благодаря вашим молитвам, благодаря молитвам всех, кто здесь находится, и молитвам тех, кто уже там, в Царстве Небесном. Их очень много. Их имена вы видите здесь на сцене. И можно всегда вспомнить наших прекрасных бабушек, наших прекрасных дедушек, которые наполняли этот храм. Храм во имя спасения рукотворного образа на дороге жизни был передан православной общине в полуразрушенном состоянии в 1989 году. Воссоздание храма осуществлялось на народные пожертвования трудами прихожан и настоятеля протерея Романа Гуцу. Храм расцвел. 120 лет для человеческой жизни – срок невероятный. Для храма – поколение христиан, возносивших молитвы ко Господу. 120 лет – три поколения, три-четыре поколения. И, наверное, как мгновение ока для Бога эти 120 лет, но для нашей земли этот храм является опорой. И мы, входя в Дом Божий, тоже молимся Царю Небесному. И в этой преемственности великий смысл и великая радость общей молитвы. Русь православная, святая Русь, вера державная хранит насквозь. У нас сегодня такой праздник, который, мне кажется, похож на праздник города. Я думаю, что если бы мы этот день отмечали бы вместе с городом, как это делает Тихвин, как и делают другие города, отмечая престольные праздники вместе с Днем Города, то это было бы, наверное, еще и больше людей. И пришло не только к храму, но и присоединилось к молитве.